антихрист священник александр григорьевич седонский 1919 год наша святая русь также явила миру немало великих подвижников и учителей православной веры которые на основании слова божия и писания отцов в восточной церкви раскрывали учения последних временах мира и днях царствования нечестивого антихриста мы остановим свое внимание на близких к нашему времени угодниках живших минувшем 19 веке знать судьбы божие говорит о будущем как о настоящем предуказывать грядущее событие как гнева так и милости божией не может никто даже из величайших людей но для праведника для божьего угодника облагодательствованного духом святым завеса над будущей рукой всеведущего приоткрывается в степени допускаемой божественным промыслом для пользы человеческой души и для цель цели вечного ее спасения тогда к духовным очам святого прозорливца приближается вечность и отдаленнейшее грядущее созерцается им как настоящее таким прозорливцем чина пророческого был преподобный серафим чудотворец саровский касаясь тайны антихриста и кончины мира в беседе с одной из близких ему по духу монахинь девеевской обители преподобный серафим говорит вот матушка когда у нас в девееве будет собор тогда московский колокол иван великий сам к нам придет когда его повесят до первый раз ударят в него и он загудит тогда мы с вами проснемся о какая будет радость среди лета запоют пасху а народу то народу то со всех сторон со всех сторон предрекшие в приведенных словах зримые его пророческим взором события относящиеся ко времени прославления его мощей когда московский митрополит производил расследование о чудесах совершающихся при мощах преподобного когда пасхальный канон пасха действительно пелась паломниками богомольцами во все дни саровских торжеств серафим саровский помолчал немного продолжал но эта радость будет на самое короткое время что далее это матушка будет такая скорбь чего от начала мира не было при этих словах светлое лицо батюшки вдруг изменилась померкла и приняла скорбное выражение опустив голову он поник долу и слезы струями потекли потекли по щекам его продолжая речь он сказал когда век то кончится сначала антихрист станет с храмом божьих христы снимать и все монастыри разорять а к вашему девееву монастырю подойдет подойдет а канал кота выкопанная по повелению годника серафима на том месте по которому божья матерь в видении преподобному обошла обитель девеевскую и станет от земли до неба ему к вам и нельзя взойти то нигде не допустит канал к так прочее уйдет последнее время говорил преподобный серафим у вас девееве будет изобилие во всем но тогда уже будет и конец всему тогда жизнь будет краткая ангелы едва будут успевать брать души а кто в обители моей будет жить всех не оставлю кто даже помогать ей будет и те муки избавлены будут другой подвижник 19 века с хи архимандрит глинской пустыни старец элеадор почивший 1879 году беседуя в один из вечеров с учениками своими иноками перекрестился вздохнул и сказал видите вы меня чаться скорбно читал я чаться в дни сей апокалипсис святого апостола и тайновидца и она богослова и вас желала душа моя уведать доколе же господа угодно будет долго терпеть все умножающиеся беззакония мира и был я чаться в духе и вижу далее старец рассказал инокам о видении своем везде проходивших по небу от востока к западу и изображавших собою жизненный путь правителей россии в 19 веке после яркой кровавой звезды императора александра второго говорил старец увидел я иную звезду восходящую с востока и была та звезда ярче и величественнее всех прежде виденных мною звезд но и этой звезды дни сокращены будут все звезда императора александра третьего сказал мне голос и после узрел я иную звезду и не кончил старец речи своей прервал ее и заплакал потом немного спустя склонил голову молвил ученикам великое и страшное слово бдите и молитесь отчаться нет си от здесь стоящих живыми предстанут на суд подобное же предчувствие близости кончины мира высказал и оптинский старец макарий скончавшийся в 1861 году прозревая в близком будущем отступление от христовой веры руководителей русского народа он говорил игумене белевского женского монастыря павлине не ты не дети твои не внуки до времен антихристовых не доживут а правнуки твои пришествия господа во славе узрят великий же оптинский старец амвросий в один из дней 1882 или 1883 года прямо сказал пришедшему к нему по делу иноку ныне настоящий антихрист народился в мире и увидев удивление испуг инока вновь настойчиво повторил ему те же слова великий молитвенник земли русской отец иоанн кронштадтский также не раз говорил о близости кончины мира у многих слушателей этого пастыря еще звучат в сердцах его грозные слова сказанное в слове на третью неделю великого поста по-видимому скоро наступит день второго пришествия христова ибо наступила предсказанное в писании отступление от веры хотя еще не открылся человек греха сын пока как по гибели тоже говорит отец иоанн и в слове своем на благовещение снова ли приходить на землю христу нет полно глумится над богом полно попирать его святые законы он скоро придет но придет судить мир и воздать каждому по делам может быть скоро услышим грозную весть все жених грядет в полуноще говорил отец иоанн кронштадтский о близкой кончине мира и в частных беседах с искавшими его наставление и утешение людьми так одному из таких своих собеседников он однажды сказал если не будет покаяния у русских людей конец мира близок таковы свидетельства праведника у живших у нас на святой руси незадолго пред нашим временем таковы их проречения касающиеся последних судеб мира и человечества говорящие появление на земле врага христова антихриста и о втором пришествии праведного судьи сына божия